Немчиновка По итогам проверки Вегаса решено сформировать комиссию, в состав которой войдут и жители поселка, чтобы еще раз тщательно обследовать коммуникации и удостовериться, что торговый центр не является источником загрязнения Немчиновского пруда. Мы определились, сделаем комиссию и со следующей недели по всем вашим люкам, техническим объектам и коллекторам проходим. В комиссию включим грамотных жителей. Если не торговый центр, то кто же сбрасывает ядовитые отходы, от которых погибает рыба и птица? Андрей Иванов идет дальше. Следующая точка – МКАД, точнее русло реки Чаченко. Правый приток Москва-реки по коллектору проходит под МКАДом, огибает Вегас и напрямую попадает в Немчиновский пруд. С первых минут становится понятно, что появление маслянистых пятен на водной глади родом отсюда. Это общая проблема, да, и нам, конечно, нужна помощь. Здесь не получится перепихивать эту зону ответственности и дальнейшие мероприятия друг на друга. Наша совместная работа призывает нам оказать помощь и правительству Москвы, и всех проверяющих структуры Роспотребнадзора, и Министерства экологии, и Межрайонной природоохранной прокуратуры. Нам помощь нужна ото всех. Общая беда, общая проблема, общая боль, которая здесь уже несколько лет мешает жить нашим жителям, мешает находиться на своих частных участках, домах, гулять вокруг пруда. Да и в целом все помнят, как в советское время это было излюбленное место отдыха, пляжного отдыха в том числе, для жителей. Все русло пропитано мазутом и бензином. Экологи берут пробы воды. Будем разбираться, будем в ближайшее время выходить на кардинальное решение. Да, потребуются денежные средства, но вот еще раз хочу сказать, что уверен, это будет совместная работа с правительством Москвы, и мы найдем те необходимые средства, которые нужны для решения проблемы. Властям предстоит не только разобраться с тем, кто незаконно врезался в реку Чаченко и сбрасывать вредные отходы, от которых гибнет флора и фауна в округе, но и найти решение проблемы загрязнения большого немчиновского пруда, чтобы избежать экологической катастрофы. Мы для себя, как инициативная группа, считаем, что после того, как будут построены нормальные локальные очистные сооружения вместо болота, после того, как будет очищен пруд, точнее даже скажу точнее, до очистки пруда, мы бы сами, как инициативная группа, добились бы того, чтобы жители перестали сливать сюда органику. Но органика, к счастью, не приводит к гибели рыбы и уток. То, что погибла рыба, был массовый мор рыбы в прошлом году, когда ее возили сюда мешками, тохлую рыбу. И вот в этом году утки и рыба. Это очевидная химия, это не органика.